Легенды Эмириара Легенда седьмая. Сражение Шагнул вперед Чегаур и сказал друзьям и соратникам, Призову сюда тьму огромную, готовьтесь скорее к сражению. Вышел он смело к скалам парящим, где видно лишь небо серое, И запел песню призывную, как велела книга древняя. Потемнело небо ясное, зашумели ветра разъяренные, Задрожали от гнева горы. Откликнулось войско темное, Прилетело к планете Сириус. Пролил свою кровь Абраксос, Туманом зеленым окутался, Не найти его в непроглядной тьме. Обернулись волками хранители И вступили в битву отчаянно, Налетают на них полчища, Волки лапами отбиваются. Хотят заклевать их вороны, Волки зубами клацают. Сражаются смело хранители, Растворяясь в зверином облике, Превращают орды пернатые В туман, что бесследно тает. В тяжелом и хриплом карканье Растворился мавучий молчий бой. Первым во тьме непроглядной Оказался чародей, Чье могущество сильнее, Чем у прочих рейбингов. Провалился он в сны кошмарные, Был охвачен страстями разными, Потерял он дорогу к истине И заплутал в фантазиях. Но увидел он птицу вольную И устремился к ней. Прошел он сквозь страхи свои, Еще большей силой Стал обладать тебе, Сумел мир фантазий разрушить, Но к свободе пути найти не смог. Окружила тьма рыцаря, Хочет он прийти к друзьям на выручку, А не может. Застилают глаза перья черные, Обволакивает непроглядный зеленый туман. Перестал он противиться врагу, Открыл свое смелое сердце. Пробралась в него тьма могучая, Сделался регент совсем другим. Глаза полкие, холодные, Сам неприветливый, замкнутый. Как теперь ему обрести Свободу желанную? Подлетели и к стражнику вороны. Хотела тьма его взор укрыть, Но не дал он ей этого сделать. Попросила помощи рыцаря. Проникла и в его сердце Трепетная тьма тяжелая, беспросветная. Сложно коварству противиться, Только выставил стражник в битве, И закапали из глаз его дивных Текучие зеленые слезы. Одержал он победу бесспорную, Только чувствует, что свободы нет. Окружили вороны привратника, Утащили в сражение одинокое, Со скалы парящей скинули. О судьбе своей думал регент, О ее поворотах и сложностях. Затем он, подумав, решился И впустил тьму в свое сердце. Тут он понял, что вовсе не падает, Он летит, словно птица легкая. Так он стал сильнее, решительней. Тяжелой была победа, Но свободу он отыскать не смог. Пробралась тьма и в сердце вестника, Только верить ему не хочется. Ведет он сражение трудное, Но не с тьмой огромной, враждебной, А с самим собой бой затеял. Понял, нужно найти единение И с душой своей, и с вольной птицей. Но о птице той диковинной Ничего ему не известно. Не суметь самому ему справиться. Пошел он за помощью герцогу. Говорит ему герцог с улыбкой, Я теперь вольная птица. Пока вы сражались смело, Мы смогли отыскать Абраксаса, Абраксаса, одолели его заклинаниями, Что мудрые братья оставили. И распался он сразу на части. Я, хранитель ворона, Стали мысли наши едиными. Чтобы победу нам обрести, Нужно мир уничтожить старый, А затем переродиться. Когда обретем свои крылья, Тогда и станем свободными. Тут и мудрец вступил в разговор. Как и вы, я сражался с тьмой, Хотела она меня отравить. Не позволил я ей это сделать, И сам выпил чашу с ядом. Мне досталась при разделении Часть Абраксаса змеинная. Только должен сказать я честно, Не посили мне это ноша, И плечо здесь нужно, гласное. Я готов на любое сражение с тьмой. Я мечтаю вернуть свободу И себе, и братьям-регентам. Так прошу я волков о помощи. Отвечает ему Шемир, Предводитель большой волчьей стаи. Я готов принять эту ношу. Помоги своим братьям, Смелым с вороном древним справиться. А змею эту, Зависть коварную, Мы сумеем сдержать своей силой. Служим мы, двенадцать хранителей, Судьбе своей веры и правдой. Отдавай мне коварство ползучее, И ничего не бойся. Скинул шкуру волчью смелый каннар, И говорит победителю, Пусть сольются теперь воедино Змея с этой силой красной, И примут тогда они образ Дракона, что пламенем дышит. Я с детства правлю драконами, И с этим сумею справиться. Загорелась красная сила, Страшных глаза от змеиных. Тут же раскинулись крылья, Только случилось то, Чего никто из друзей Никак не ждал. Охватила их стаю могучую, Тьма и разделить сумела, Разбросала их в разные стороны. Горят их глаза жестокостью, Волчья шкура с кожей срослась, Из широких плеч не снимается. Тяжелее других кайрану, Изо всех сил он тьме противится, Бережет цветок, что хранится В добром и любящем сердце. Подошел к нему чародей И говорит в мохнатое ухо, Я сохраню твою память, С новой силой проснется в тебе любовь, Стоит только лишь увидеть затмение, Что откроет дверь к Инарине. Стала память кайрана птицей, Золотыми волнистыми перьями, И застыла на мантии чародея, Притаилась у самого сердца. И сказал шестой регион, Усни, беспокойная стая, Станет Сириус новым домом, Твоей надежной и крепкой обителью. Пребывайте здесь, Скрытые древними заклинаниями, Пока шесть братьев-воронов Не найдут осколки сердца. Лишь тогда пробудиться вам следует, А пока смотрите сны о будущем, Что однажды настанет. Так и уснула стая, Ожидая часа назначенных. Заметки. Расставание с воспоминаниями Стало необходимостью. Трудно оказалось их вернуть. Перья, пушистые, невесомые, Все время встречались на нашем пути, И мы с трудом понимали их значение. Только Сыхун странно ведет себя, Когда их видит. Так смотрит на эти перья Со слезами на глазах. Но больше всех преуспел светлый вестник, Сумевший посетить руины Древнего Черного замка. Надо выспросить у него подробности. Мыслей и событий слишком много. Пора заводить в них. Лук-панье. Субтитры создавал DimaTorzok